Вы слушаете канал жааш.клаб, глава 53. Монстр Ландау. Проговорив эту фразу, мужчина из последних сил дернул руками. Оставляя на грубых путах лоскуты кожи, кисти оказались на свободе. Он, для уверенности помахал ими в воздухе, попытался схватить старика, глупый мальчишка. Но хитрый и изворотливый, как тебе удалось вырваться, пожилой человек с неожиданной для него резвостью отскочил в сторону, ты почти свободен. Придется прибегать к ма. Рик попытался встать и только сейчас понял, что веревки на руках были не единственным препятствием для его свободы, что, господин Вернер, ваши таланты закончились, и хитро засмеялся старик, ничего, еще не все потеряно. Он полез в карман, чтобы достать непонятной формой вещь. Мужчина напрягся изо всех сил, изогнулся и ударил старика связанными ногами. Тот полетел кубарем по палубе. Не теряя ни секунды, окровавленными пальцами Рик попытался распутать грубые узлы веревок, связывающих его ноги, проклятый негодник. Я тебя недооценил, кашлял, валяясь на палубе. Ландау, но ничего, сейчас, подожди немного. И тебе настанет конец. Оха и кряхтя, он попытался подняться, но ничего не получилось, гаденыш. Похоже, что при падении я повредил себе ногу. Боль неимоверная. Ландау полез в карман, достал кожаный портсигар, раскрыл его. Веннер косился в его сторону, чтобы быть готовым к новым каверзам. А сам в это время мучительно пытался освободиться. Ему почти удалось развязать один тугой комок, но непонятная возня старика заставила его отвести взгляд. Старикан раскрыл коробочку, достал небольшую, запечатанную пробкой, мензурку с непонятной, темно-зеленого цвета, маслянистой жидкостью, что, решил отравиться под грузом улики и угрызения совести, хрипло засмеялся Рик. Давай, старик, давай. Туда тебе и дорога. Ландау грязно выругался, торопливо, ломая ногти, сорвал крышку и залпом выпил содержимое пробирки. Судя по его выражению лица, это была настоящая отрава. Но затем стал меняться. По коже пробегали разноцветные пятна. Веннер понял, что сейчас ему будет туго и предпринял очередную попытку освободиться. Мужчина почти развязал путы. Как что-то нависло над ним, торопишься, Рик. Напрасно? Теперь у нас есть время для серьезного разговора и решения, которое устроит нас обоих. Он поднял голову и увидел Ландау. Точнее, человека, который был на него похож. По крайней мере, чертами лица, но точно не фигурой. А дальше. Рубашка на старике стала трещать по швам. Было видно, как его тело увеличивалось в размерах прямо на глазах. Закричав от ужаса, Вернер змеей пополз по палубе прочь. Его охватил жуткий страх. Продолжение истории читайте на сайте jah.club